Когда все наши ретописцы, а они, как правило, монахи, ринулись в греческую традицию, и все, что было присуще их предкам, отринули просто-напросто. А Жан Сильвен Баи пишет, что Север заселил всю Европу, и что с Севера пришли все знания. И греки тщеславные во всем, что касается истории, тем не менее проговариваются, что да, вот эти северные варвары были их предками. Если надо отсечь традицию, назвать ее языческой, то ее и отсекали с принятием другой религиозной системы. Я больше чем уверена, что наши иерархи церкви достаточно хорошо знают традицию и прекрасно понимают, что православие намного больше тысяч лет, чем христианство. Потому что само по себе и православие, и та религиозная система, которая существовала до того, она философичней, она жестче, и она ближе к современным представлениям о структуре мироздания. Если в Упанишадах говорится о том, что в Махапхарате, в ее первой книге, Адипарве, и даже в лесной книге, говорится о том, что вначале была мысль Творца, и по этой мысли, озвученной им, то есть мысль, превращенная в звук, это слово, по слову его, появилось некое яйцо, в котором подлинным светом, вездесущим, неприходящим, из которого все выходит и в который все возвращается, был вечный брахмо, оно. И у него было только одно свойство – звук. А потом появляется движение или ветер, у которого уже два свойства – звучание и касание, то есть инерция, а из них рождается третье или свет, у которого уже три свойства – звучание, касание и образ. И если звуков первоначальных семь, семь звуков и аккорд, то и цвет тоже коррелируется с ним семью цветами спектра. Понимаете, и у света, собственно, появляется самое главное свойство – образ. И свет, будучи светом, с одной стороны, принадлежит миру образов, абсолютных или прави, и с другой стороны, миру физическому или яви, где, трансформируясь, видоизменяясь, он ткет материю. Отсюда простава – это тканная полоса со сложным геометрическим орнаментом, несущим свой смысл. И простава – это священная песнь, гимн в санскрите. Понимаете? И в XII веке, в поучениях против язычества, что отмечает Борис Александрович Рыбаков в своем «Язычестве древних славян», говорилось о том, что русские язычники в первый день недели, в воскресенье, поклоняются свету, не солнцу, утверждая, что солнце – только вещь света, то есть вещественное воплощение света, а другому свету, изначальному, изобразив его в образе жены, считают его началом всех начал. Но самое-то замечательное, что шакти, то есть сила творческая брахмы – это женское начало. И лебедь на водах – это огонь. Огонь или свет – это лебедь на водах. Ну вот вам и ответ. Александр Сергеевич Пушкин в 20 лет написал Руслана и Людмилу, которые архаичнее ромаяны в некоторых своих проявлениях. И абсолютно идентично в своем сюжете. Любую сказку Пушкина вы можете разложить вот так вот. «Спящая царевна и семь богатырей», где семь звезд большой медведицы, у которых богиня зари вечерний Ушас проводит ночь в Твердыне на горе. Сказку о рыбаке и рыбке, где щука в наших заговорах – золотая рыба. И щука – это мудрец, который плывет по Млечному пути, и обращаясь к которому, можно получить все в тварном мире. Но за пределами физического мира получить ничего нельзя. И поэтому старуха получает все, что хочет. А когда она хочет стать богиней, то есть стать бессмертной, это она получить не может. И та же самая сказка о золотом петушке. То есть все, в принципе, можно прочесть. Да любую нашу волшебную сказку с позиции вот этих вот древнеарийских текстов можно легко разобрать и понять. И тогда мы с вами поймем, что Кощей бессмертный совсем не гадина, а Кощяпа – мудрец, сын Брахмы. Поэтому ничего удивительного, что у него дочь Василиса Премудрая. Василиса – это царица в переводе с греческого, а Премудрая – это владычица мудрости или владычица красоты. Василиса Прекрасная. И что то, что сделал Иван Царевич, когда спалил ее лягушечью шкуру, потому что жабой или лягушкой называют женщину первых лет брака, пока она не родит ребенка. И вот здесь вот ее помещают, эту самую роженицу или вот тут вот на голове. То есть вот это рожающее начало, которое должно стимулировать родовую функцию женщины. Некое высшее женское начало. Но он спалил ее шкуру, она уже не может в женской ипостаси здесь находиться. Она улетает лебедью. А лебедь – это кто? Это огонь на водах. И она дочка щей бессмертного. Так что Иван Царевич просто разрушает нашу вселенную. И там стабильно все отмечено, да. Он сундук берет. И в панишадах тех же самых говорится, что сундук – это вот эта вот вся вселенная, где небо – это крышка, дно – это земля. В ней находится кто? Заяц. А заяц – это символ Луны, то есть того, что отражает. Фаллический символ. А как фаллический символ? Ну, мы с вами, взрослые люди. Извините меня, передается информация каким образом? Семенем. Так ведь? И причем эта информация огромное количество, сотни миллионов. А выбирается какая-то одна программа при зачатии. Так ведь? Это же элементарно программное обеспечение. И там об этом говорится. Что души, которые приходят на месяц, которые соответствуют зайцу, а у нас с вами на пениге до сих пор жених ударят, льняного зайца. И масса там нюансов таких, что, в общем-то, души, которые должны спуститься сюда еще, все, не выполнили, они приходят дождем или росой, или семенем. Вот вам заяц. Затем утка. А утка, гусь, лебедь, это вот эта вот самая световая субстанция. А в ней яйцо. Ну так а что получается тогда? Если разворачивается данная вселенная из точки, то как мы с вами разворачивание этой вселенной представим? Мы ее представим в виде конуса. А это та же самая игла. Обломил кончик иглы, значит, все, прекратилось развертывание данного физического мира. И где он там встретится со своей Василисой? И с какой Василисой, мы уже не знаем. То есть наши хитрые предки, вот как говорят, ты его гонишь дверью, она лезет в окно. Так и тут наши хитрые предки в сказках своих сохранили тот информационный код, который был еще до введения христианства. то есть вот эта информация, сакральная информация о том, как построена вселенная, как надо жить, что ты должен делать в этом мире, она осталась. Почему еще в 15-м, в 16-м, да и в 17-м веке на исповеди спрашивали, не сказывал ли Иси сказок, не пел ли Иси песен небесовских, не гудел ли Иси в гусли. Был такой французский маркиз сын Ивтальбедер в начале 20-го века, который говорил о санскрите, языке патриархов Северного полюса, матери наших и их интеллектов, имея в виду индусов и индоевропейцев. И он поклонялся русской культуре, потому что, да, он говорил именно о приполярных широтах, на которых родилась белая раса, он читал. Он просто брал расшифровки, но он общался с прахманами уже, как говорится, высших стадий посвящения, и он просто брал вот эти вот самые звуковые кусочки и говорил о том, что каждый из них значит. И когда мы стали у нас в нашем международном клубе ученых заниматься дешифровкой элементарных, банальных, детских, колыбельных, там, баю-баю-байеньки, прибегали зайки, там, лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, и так далее, и тому подобное, у нас получились такие тексты, от которых мы обалдели. То есть там идет просто вот такая чистая риторика. Будь честным, будь искренним, поклоняйся небесному закону, ты ему подчинен, ты связан со всем, с землей, с водой, там, с животными, тут часть этого мироздания, будь достойным, и так далее, и тому подобное. Мы поем детям песни. На каком уровне они его воспринимают? Это уже другой вопрос. Знаете, это уже на уровне эзотерики где-то идет. Но то, что жрец, певец, исполнитель в одном и том же лице, и поэтому к ним, так к этим волхвам относились, и к гудению на гуслях, и так далее, и тому подобное, надо, в общем-то, видеть стремление уничтожить. Уничтожить эту память во что бы то ни стало. Потому что, если народ ощущает глубину своей исторической памяти, он не пометит. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.